На выставке представлены работы художников советского периода. Все они работали в разных стилях, жанрах и направлениях. Помимо таланта их объединяло одно общее чувство – это любовь к семье и людям, которое они проявляли в том, что умеют лучше всего – в живописи и мелкой пластике. Центральное место экспозиции занимает живописная работа народного художника России Евгения Рябинского. Он обладал абсолютным чувством цвета. На выставке представлены его картины 60-х годов. Он здесь более декоративный, такой плоскостный по манере исполнения. Ну и, конечно, практически неузнаваемый с последними его работами, где там больше тональных разработок. На контрасте с живописью представлена графика художника Никитина. Он предпочитал технику линогравюры, когда произведения вырезались штихелями по линолеуму при помощи станка. Темами его работ становилась жизнь Тамбовской деревни. А это уже скульптуры Татьяны Вельцин. В мелкой пластике она использовала мрамор, дерево, цемент, фаянс. Из-под ее резца образы людей выходили народными, живыми и современными. В выставочных витринах экспонаты, олицетворяющие ее дочек. Ну, чтобы Татьяна Вельцин без своей любви к своим малышкам, которых она обожала, любила, воспитывала. Они росли вместе с ней, и она росла вместе с ними. И вот это свое эмоции, свои чувства, она делится со зрителем. В своих произведениях художники передавали не только индивидуальность и неповторимый характер персонажей, но и душевную теплоту. Именно на нее и обратили внимание посетители выставки. Очень теплая атмосфера. Выставка интересна тем, что здесь в самом картины написаны маслом. Мы сейчас тоже начинаем с этим материалом. Мы интересуемся, в каких техниках написано, чем покрыты картины. В общем, мы очень довольны. Выставка достаточно разнообразная. Здесь представлены достаточно старые картины, что удивляет, как они сохранились до нашего времени. И хорошее впечатление. Все прям такое уютненькое. Собака, все прям как будто попадаешь в атмосферу. Бабушка за глазки. Вот там бабушка за чем? Да, прямо характер. В ее лице характер передал. На волшебный символ жизни под названием «Семья» можно будет посмотреть в течение нескольких недель в здании областной картинной галереи. Елена Хромова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин